В IT-лицее Казанского университета прошла Республиканская Олимпиада по английскому языку. О том, что ждет победителей, расскажет наш корреспондент с места событий. В этом году на базе IT-лицея впервые прошел Республиканский этап Олимпиады по английскому языку. За пару десятков лет изменился и сам регламент мероприятия. Теперь правила строгие. Никаких телефонов и шпаргалок. Задания присылает в федеральный центр, происходящее в классе фиксируется на камеру. Однако по-прежнему ценится сосредоточенность и подготовка. По Российской Федерации, наверное, мы один из немногих регионов, которые организовывают Олимпиадные движения для учащихся уже начиная с 4 класса. Олимпиадные движения закрутились, наращивают свои темпы и превратились не просто в такое состязание знаний наших учащихся. Они имеют возможность встретиться со своими ровесниками из разных районов нашей республики, проявить себя, продемонстрируя свои знания, ну и, конечно, побороться за призовое место. Самые юные участники Олимпиады еще не закончили начальную школу, но уже знают английский лучше некоторых старшеклассников. Многие приехали на мероприятия из других городов, ведь для них это больше, чем соревнования. 28 лет тому назад, в далеком 1993 году, на базе тогда еще пионерского лагеря «Солнечный» состоялась первая республиканская Олимпиада по английскому языку. Сегодня и завтра, по прохождению двух этапов Олимпиады, мы формируем сборную республики Татарстан, которая будет представлять нашу республику на всероссийском этапе. Результаты Олимпиады пока неизвестны, но жюри уверена, всех участников ждет большое будущее. Ариадна Кугушева, Фарид Захит Аглы, Универньюз. Субтитры создавал DimaTorzok